Уважаемые слушатели, сегодня у нас в выпуске еще одна немаловажная тема, так сказать, пища для размышления, для поддержания внутреннего баланса человека и достижения социальной гармонии. Это тема об улыбке человека. Общеизвестно, что будучи самым безотказным оружием в деле обольщения, улыбку уступает пальму первенства только взгляду. Которая остается на все времена абсолютным чемпионом во всех смешанных категориях. Итак, улыбка является одним из самых важнейших эмоциональных активов человека. На мой взгляд, практически невозможно представить себе кого-либо, который бы не улыбался. Ведь улыбка является сигналом миролюбия и доброжелательности. При виде вашей улыбки на вашем лице, все начинают заражаться и заряжаться ее эффектом. Поскольку происходит мощнейший положительный энергетический обмен между вами и людьми, с которым вы входите в контакт общения. Своей обворожительной улыбкой вы можете парализовать и обесточить угрюмого шефа, обворожить и очаровать озлобленную бабушку-соседку, капризную девушку и опечаленных этим локдауном друзей и заунылых коллег. Если честно, своей улыбкой вы даже можете обаять совершенно незнакомого вам человека и разделить с ним этот момент искренности. Хотя здесь нужно быть крайне осторожным, дабы не попасть в ситуацию с харрисментом или неожиданно получить прямо по физиономии тяжелым предметом. Однако следует не забывать и о том, что не всякая улыбка может принести радость и радушные ощущения. Ведь по сути существует разный тип улыбок, из которых необходимо распознать ту самую настоящую улыбку, которая подарит вам только положительные эмоции. В этой связи лично могу засвидетельствовать, что настоящая искренняя улыбка человека исчезает и уходит в непытие, когда заканчивается его детство. Самое естественное проявление улыбки без какой-либо примеси, фальши, обмана, лесть, можно найти и обнаружить только у малышей, которые пока еще находятся в своей естественной среде, то есть в кругу своей семьи, мамы, бабы, братьев и сестер. Конечно же, если повезет, в кругу бабушек и дедушек. Самое печальное, что по мере взросления ребенка, то бишь его дальнейшего вхождения и погружения в социальную среду, он постепенно, шаг за шагом, будет терять весь шарм своей настоящей, чистой, прозрачной, искренней улыбки. Итак, в рамках нашего выпуска затронем речь о некоторых типах улыбок, дабы иметь представление о том, какие мотивы, намерения, концепты кроются за ними. Искренняя, доброжелательная улыбка с приоткрытым ртом в сочетании с гусиными лапками в уголках глаз. Эта улыбка и есть настоящая улыбка. Эту самую улыбку все люди на свете ищут и хотят заболучить любым способом. А все остальные виды улыбок являются фейковыми и фальшивыми. К ним можно отнести такие виды улыбок, как дежурную, механическую, резиновую, голливудскую улыбку. На мой взгляд, обладатели всех этих видов улыбок лишены благородства и всех моральных принципов. Самым опасным видом фальшивых улыбок, на мой взгляд, можно также отнести разные виды ухмылок. Лично я опасаюсь ухмылок у людей с искривленным ртом в одну сторону. То есть улыбок левым или правым уголком рта. Говорят, если ухмыляется человек правым уголком рта, то он насмешник, а если левым уголком, то он циник. На этом я завершаю свой выпуск об этой теме, так как каждому слушателю предстоит самостоятельно и более подробно окунуться в эту серьезную тему. И напоследок запомните, улыбка как вишенка на торте. Если оказалась безвкусная, то и торт не лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok